Слово, и, конечно, забедую вам, вы сейчас увидите картины Большого Мастера о самом драматическом эпизоде в истории нашего освоения космоса. Пожалуйста. Спасибо. Я очень рад. Передача из поколения в поколение произошла микрофона. Очень рад, большая честь у меня, что не только я вам представляю картину. Вы знаете, я объездил сейчас в полстраны, встречаюсь с зрителями и рассказываю о фильме. Я его являюсь продюсером, режиссером является мой ученик Дмитрий Киселев. И я видел людей, которые входили в залы перед просмотром и видел тех, которые выходили после фильма. И это были совершенно разные люди. Очень редко нам удается совместить две эти важные вещи. Это сделать зрелищное кино и при этом рассказать историю, которая способна нас сделать лучше и потом помочь нам обрести ориентиры, ценности, которые помогают нам в жизни. Я хотел бы вас попросить, я не хочу много рассказывать про фильм, вы все это увидите. Я хотел бы вам сказать, что вы наши журналисты, которые формируют информационную картину дня для современной России. И я вас прошу, предлагаю вам поддержать дело на мой взгляд очень важное и нужное именно сейчас вместе с порталом Медиа.НФ.РУ. Предлагаю вам принять участие в творческом конкурсе журналистских работ на тему «Подними голову. Мечты люди, изменившие мир». Что имеется в виду? Слоган нашего фильма «Подними голову» – это очень просто объясняется. Мы живем нашими ежедневными проблемами, мы смотрим все под ноги, это правильно, по-другому трудно. Но при этом, объехав страну, я вижу, какой большой спрос у людей на успех, на мечту и на успех достижения этой мечты. Люди просто сголодались не по оценке прошлого, не по поиску ценностей прошлого, а по успеху. Все хотят быть успешными, это очень здорово, просто важно, чтобы мы подняли голову и подняли вперед. А лучше вверх, как космонавтов, которые находятся над нами. Мы ждем от вас рассказов о таких героях, потому что они есть, уверен, в сегодняшней России, не только в прошлом, не только в космосе, а есть для нас на заводах, фабриках, в школах, в больницах. Есть люди, которые живут в будущем, живут мечтами и которые действительно добивают свои мечты, что очень важно. Людям, нашим читателям, нашим зрителям очень нужны примеры, нужны примеры успешных людей. Успешных я не имею в виду, только в бизнесе, то, что мечты могут быть разные, кто-то мечтает. В космос полететь кто-то мечтает, кто-то мечтает стать врачом хорошим, кто-то мечтает о мечтах настоящих. И мы примем эти от вас статьи, очерки, фото, видеорепортажи, посты все в соцсетях, рассказывающие о людях, сумевших уплотить в жизнь свою мечту и сделать мир лучше. Форма подачи может быть любая. Автор лучшей журналистской работы получит ваучер на перелеты в 10 российских городов. У нас есть Сэвен, компания замечательная, которая нам поможет в этом. И у вас появится возможность путешествовать, писать по стране. Мне кажется, что настоящим журналистом, это приз важнее любого электронного гаджета или денег, возможность путешествовать и писать на жизнь людей. Так что я очень надеюсь, что вы, посмотрев картину, получите заряд, который вам поможет написать о сегодняшних героях, те, кто сегодня смотрит вверх, живет с поднятой головой и является для нас для всех, может стать для нас для всех примером. Спасибо вам большое. И с Днем космонавтики, приближающимся праздником, который вот сегодня у меня было удивительное время. Сегодня у нас была здесь встреча с журналистами, с ребятами. Мы все встретились, и у нас было задание, нам дали организаторы, придумать, как провести, как поздравить праздник День космонавтики. У нас в стране только два праздника, по большому счету. Я, народных, это Новый год и 9 мая. Все остальные, они пока не дотягивают. И мне кажется, что этому нашему общему стулу нужна третья нога, и вот, мне кажется, День космонавтики идеальный для этого кандидата. Мне сын родился. Мы сегодня придумали, как его праздновать, я надеюсь, что... Паздник Деньги Иванова уже поддерживает. Школьники, все Деньги, но он специально самим включат. Так что... Спасибо, спасибо. Спасибо вам большое еще раз, и надеюсь, что мои слова будут подкреплены эмоциями фигма, которые вы сейчас увидите. Спасибо большое. И дальше он будет жить, в следующем году, я думаю, он будет больше. Вот, и идея заключается в следующем, что у нас есть сайт Время Первых, не сайт, вернее, а группа ВКонтакте Время Первых. Это хэштег Время Первых ВКонтакте. Вы найдите ее, пожалуйста, и зарегистрируйтесь там, и давайте вместе попробуем подготовить, собрать свои пожелания, свои идеи. А мы вам расскажем все о том, о чем мы здесь на форуме договорились, какой мы план сегодня разработали, идею праздника. Вместе с символами, вместе с философией этого праздника. Мы там это все выложим, и мы будем ждать вашей реакции, вашего участия. Расскажем про Гагарина. Будет обратный отсчет 9-8-8-6-5-4-3-2-1. Потом все вместе глянем вверх. Я надеюсь, что они будут так. Поехали, и праздник состоится. Вот в двух словах идея, она будет развиваться еще на нашем сообществе в ВКонтакте Время Первых. Мы вас всегда приглашаем. Ну, собственно, вот, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием готов ответить на них. Да, конечно. Да, меня зовут Сергей, телеканал Тверской проспект, Сергей Нечаев. История действительно очень драматичная, потрясающая. Один вопрос в вашем мнении. Почему до сих пор ее организировали только в 2017-м? Не было каких-то средств. Вы большой, я слышал масштаб. Почему это в вашем мнении? Несколько ограничений. Во-первых, в течение многих лет эта история была, информация о ней не разглажалась. Потому что почему-то считалось, что ценностью обладают только победы легкие. А вот такая трагичная, драматичная история, она считалась, что это люди лучше не знать. А потом, в 90-е годы, просто про это вообще забыли. Это было неинтересно никому. И вот только сейчас так случилось, что Рейс Аркипыч рассказал нам эту историю. И мы поняли, что не снять фильм об этом мы просто не можем. Еще один вопрос, если ты разрешите. Знаешь, что начинал снимать фильм режиссер Игорь Ивыков. Что-то осталось от его вот этого взгляда? Или вот просто так, как осталось? Вы знаете, я думаю, что это вопрос сложный. Мы практически весь фильм пересняли Дмитрий Киселёв. Поэтому там по факту начали. Спасибо. Но история тоже та же самая. Спасибо. Сейчас, я слушаю. Вот еще есть. Вы, у вас микрофон. Здравствуйте, Ольга Матурвина, я тут. А можно узнать, что в этой истории, есть ли в этой истории вымысел? И все ли документально здесь изложено? Вы знаете, это как случилось, как появился сценарий этого фильма? Мы пришли к Алексею Аркипычу. И я во второй раз, в первый раз, Женя уже эту историю слышал. Мы просто включили диктофон, и он нам рассказал всю эту историю. После этого сценаристы занимались только сучительными деталями. Например, такими, как, например, история про пилота, который оставил чеку в самолете в начале. А в конце он спас, нашел космонавтов в тайге. Это история, естественно, художественного вымысела. Потому что такая совпадение. Спасибо. Продолжение следует...